Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова, Таролог. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на Таро Акаши. Какая радость в жизни вас скоро ждет. И у нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Хорошо, первая карта покажет ваше текущее состояние жизни. Возможно, откроет какие-то ваши шансы на улучшение будущего. И дальше уже будем смотреть. Вообще, эта колода такая довольно необычная, интересная. Вам понравится. Если вы слышите храп, то это мой мопс демит, как вы знаете. Он спит 20 часов в сутки, как любой другой мопс. Бодрствует только 4 часа. И то, и того реже. Бывает то, что и реже. Но он очень смешной на самом деле. Издалека видно у него черную мордочку и ушки. Когда он что-то где-то шарится по квартире. Очень любит залазить в рюкзаки. Так, вот наши три карты. И тут у нас украшение с янтарем. Значит, первая позиция будет лягушка. Да, да, лягушка такая с янтариком. Вторая позиция – муравей. Да что же вы вертитесь карты. Перфекционист вам не плачет. Муравей. И третья позиция – стрекоза. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Какая радость вас скоро ждет в жизни. Итак, наша лягуха. И первая карта – ваше текущее состояние. Архангел Михаил. Ой, вы знаете, Архангел Михаил – это карта, показывающая, что вы на самом деле под защитой высших сил находитесь. Еще он покровительствует, видите, маленьким детям. Может быть, у вас есть дети, их охраняют ангелы высшие силы. Может быть, у вас в семье есть, даже в роду, те, кто защищает духи рода, что они ангелочки или ангелы, или маленькие духи рода, то есть детские духи. Но в любом случае, эта карта очень такая светлая, хорошая. Она показывает, что сегодня и сейчас высшие силы на вашей стороне, они хотят вас защищать, они хотят вас оберегать. Архангел Михаил вас благословляет. Ну или его, может быть, дух, образ для одних людей, а для других людей выражается, так скажем, другим образом. Но слово тогда «защитник», «бог», может быть, ну кто как воспринимает. Просто на самом деле Бог один, да, и просто имеет тысячи, миллионы, миллиарды лиц и всё. И когда мы видим образ Архангела Михаила, то Бог как бы приобретает вот такую энергию в наших глазах, что доброта, защита, защита маленьких детей, благословение, крылья, да, крылья ангела-защитника, большое сердце, то есть большая любовь. И, конечно, может быть, у вас в жизни сейчас в сердце, да, живёт любовь, и вы человек, который другим делает много добра. Хорошо, давайте посмотрим, а какая радость вас скоро ждёт в жизни. Вообще, люблю от раскладов получать положительные эмоции. Вот когда расклад на такую тему, мне вообще очень нравится. Какая радость вас скоро ждёт, да. Ну, у вас очевидно, очевидно даже, вот фигуры выпали, королева и король. Значит, как будто встреча мужчины и женщины, да. Ну, а почему нет? Конечно, мужчины и женщины, то есть люди просто вот как будто бы, ну, там, допустим, скоро встретятся, поговорят, пообщаются. Или, знаете, встреча ещё такая может быть необычная, неординарная в жизни, как гром среди ясного неба, да. Как пронзила вот от человека, ну, вот как током каким-то пронзила, вот такое может быть. Мы понимаем, что если такие вот падают карты, конечно, скоро в вашей жизни может, допустим, в жизни мужчины появиться сильная женщина. В жизни женщины сильный мужчина. Открываются возможности через взаимоотношения и общение. Мы видим королеву силы, то есть вот мы понимаем, что она такая мощная королева. И, видите, солнце и луна у неё есть. То есть она уравновешивает тьму и свет, чёрное и белое, добро и зло. Может, даже вы встретите двоих людей. Женщину сначала, да, а потом мужчину. И это будет радостная встреча, очень радостная. Вот, поэтому, когда я вижу такую королеву, да, вот она такая прям, как сказать, на границе, да, на границе между одним миром и другим, между днём и ночью. То она может как символизировать вас, да, что вы обретаете энергию. Так и просто, вот говорю, какую-то женщину, которая в любом случае хорошая для вас, которая вам помогает, вас благословляет. И молния, да, вот восьмёрка сил, молния. Король ключей, он открывает нам дороги, возможности, двери, да, в жизни, пути какие-то, помогает в чём-то, ну, допустим, там, обустроить что-то, может, жилище, дом. Или вообще связан со словом дом, потому что здесь огромный замок. И, может быть, мужчина поможет что-то с домом, с жильём, там, не знаю, с квартирой, да. Или мужчина, может быть, который открывает путёвку в жизнь, ну, как, в новую жизнь. Вы встречаете такого человека, и вас как будто молнией пронзает. Вообще, я здесь вижу такой электроразряд, да, вот этот по восьмёрке сил. То есть радость будет в том, что много впечатлений идёт. Или одно большое впечатление от встречи, именно от встречи и разговора с каким-то важным для вас человеком. То есть это, может быть, не новые знакомые или знакомые, а именно даже люди, с которыми вы там хотели увидеться, или получить какие-то результаты, или с кем, ну, о ком скучали, с кем давно не общались. И тут раз пронзает молния, да, и так резко, неожиданно вы встречаетесь. И радость такая, счастье такое, да, что вы встретились. То есть вот такие карты. Карты общения, карты взаимодействия с людьми, с другим человеком. Но это взаимодействие, оно такое очень яркое, очень-очень яркий какой-то, может быть, или разговор, или помощь, или отношения. Ну, я считаю, что это большое счастье. И вообще, когда мы видим молнию, да, у нас всегда не возникает же вот такого благоговейного страха, допустим. Ой, молния в дерево ударила. Нет, а чудо как будто, да. То есть вот этот разряд, там, среди дождя, мы видим свет в небе, там, да, вот так это всё, вот такое, как вены, да. Я всё время молнию сравниваю с нашими венами, сосудами по телу. Раз, и засветились такие вот эти вот линии. И никогда не думаешь же в этот момент, что это опасно, там, или ещё что-то. Наоборот, это вот, как, знаете, такое впечатление и вспышка. То есть, наоборот, удивительное что-то будет. Но такая у нас первая позиция. А мы перейдём к позиции номер два. Наш муравьичек. И первая, значит, карта показывает, в каком аркане вы находитесь. Семёрка ключей. Ну, на вершине горы находитесь, да, вы сейчас на вершине. Возможно, на свои проблемы, поднявшись на вершину, вы хотите посмотреть с высоты птичьего полёта. Ну, а почему бы и не посмотреть? Ведь проблема окажется мельче, например. Или проблема окажется другой, совсем иной. Вы возошли, вот куда-то взошли, вот на вершину чего-то. Чего? Вы долго старались, вы долго поднимались, вы долго боролись. Это может быть вершина отношений, что там дошли до серьёзных отношений брака, да, до становления семьи. Помедили какую-то, ну, трудную проблему, да, там, допустим, не могли зачать. Или там с работой связано, поднялись по карьерной лестнице или на пороге этого. Или в бизнесе пошло, да, пошло что-то, вот куда-то вперёд пошло, как бы, да, вот улучшением. Больше зарабатывать стали. То есть карта восхождения, семёрка ключей, она именно показывает, человек же прикладывал усилия, чтобы взобраться на гору. Это может быть там хорошо сданы экзамены по учёбе. Но это вы добились именно своими усилиями сами. И вы, да, вы сейчас на вершине. Вы крутой, крутой лидер на сегодняшний день. Вы полны сил, энергии. И вы считаете, вот я тут стою, да, на этой вершине. Но один. То есть, опять же, человек добивается чего-то, но понимает, что другие-то за ним не особо успевают. Вы же один поднялись или одна. Это значит, что вы сильнее других, вы круче других. Вы там на вершине стоите, вы круче других. Так что вы уже наверху, да. Может, другие не успели за вами, может, они вообще упали со скалы, когда вы поднимались. Хорошо. А давайте посмотрим, вот какая радость вас скоро ждёт. Хотя я думаю, что вы уже очень радостный человек, ведь вы такое преодолели. Столько трудностей. Так, шестёрка сил водопад. Туз ключей архитектор. Восьмёрка свитков. Неизвестная тропа. Или неизвестные тропы, да. Неизвестные тропы. Вот стоишь, перед тобой две неизвестные тропы. Тут енот, белочка, лиса. А, три неизвестные тропы, да. Енот, белочка, лиса. Украшаю там, типа, вот куда пойдёшь. И вы так озадачены. Интересно. Тут архитектор. Я архитектор вселенной, да. Ну, это тут вообще Египет, пирамиды, там, здания, архитекторы. Это, видите, такие, типа. Ну, значит, на века строить собрались, да. На века. А водопад, это вообще классно. Вот смотрите. Вас много радости скоро ждёт. Вот прорывы по всем статьям жизни. Смотрите, вот шестёрка сил, да, водопад показывает прорыв в жизни и поток изобилия. Вы знаете, когда ты взобрался на вершину, ты можешь больше. Ты можешь вообще всё. Ты можешь моделировать свою жизнь вот так, как тебе нравится, да. И вот этот водопад, он показывает поток, вот поток пошёл-пошёл, и его уже не удержать. И вообще водопад во всех, ну там, мистических, да, вот таких текстах там и во всех символиках, он всегда символизирует неудержимый поток изобилия и счастья. Именно счастья. Почему? Потому что мы же не рассматриваем, что мы скатываемся вниз по нему. Нет. Мы рассматриваем, что мы стоим и смотрим на него вот здесь внизу. И вот представьте, жарко на улице, да, вы в тропиках каких-нибудь, вы стоите у этого водоёма прекрасного, просто чистого водопада. Вот, вы можете там искупаться, встать под струи воды, вас как будто очищает, и вас как будто вот смывает всё плохое, да, а ты в раю, вот в настоящем раю находишься. И, конечно, это очень сравнимо с потоком изобилия, когда ты его оседлал вот по транссёрфингу реальности, да, ты оседлал поток, эту реку изобилия, и она несётся, ты несёшься вместе с потоком, и он искрящийся, он такой вот перламутровый, да, такой невероятно красивый, сверкающий поток энергии. Ты его, если представляешь, и ты несёшься с ним, вот открываются даже денежные каналы при такой медитации. И у вас, да, вот открылись вот эти каналы, много энергии идёт в вашу жизнь, энергия денег тоже идёт в вашу жизнь, много всего будет. То есть открываются возможности для того, чтобы разбогатеть, или для того, чтобы просто в жизни было у вас много энергии и сил. Ну, опять же, силы, и, значит, человек может создавать что угодно, да, там богатство себе, процветание, отношения. Архитектор, вот он, архитектор, вот у тебя много сил, много ресурсов, да, поток изобилия идёт в твою жизнь, а ты архитектор Вселенной. Вот я вот эту карту Туз Кулючей, кроме как архитектор Вселенной, именно назвать больше не могу никак. Почему? Потому что у каждого из нас Вселенная своя внутри есть. Многие говорят, мы, да, мы живём во Вселенной, мы часть Вселенной, но никогда не забывайте, что Вселенная — это часть нас тоже. То есть не мы только часть Вселенной, а Вселенная тоже часть нас. И у каждого внутри своя Вселенная. Вообще, когда мы смотрим своими глазами на этот мир, никто не может посмотреть нашими глазами, и никто не может доказать, что один человек и другой человек одинаково смотрят, или похоже даже. Даже сравнить, как мы видим цвета, мы не можем на самом деле. И вот архитектор Вселенной — это карта, показывающая, что вы будете моделировать свою реальность так, как вы этого хотите в ближайшем будущем. Это большая радость, она будет подчиняться вашему профессионализму, строить свой мир так, как надо. То есть вы можете, по сути, подчинить реальность. Главное, не приказывать ей, а именно с ней очень ласково и нежно обращаться, как с другом. Вот я говорю всё время, разговаривайте с Богом, как с другом. Дальше, значит, неизвестные тропы, да? Неизвестные тропы. Мы видим три дороги, три судьбы, три варианта. Вы встанете вот так по восьмёрке свитков, куда мне идти? Есть три разных варианта, как мне заниматься, чем в жизни, или там с кем мне быть, или вообще где жить, что мне делать, как мне поступить. Вы будете перед выбором и радостно то, что у вас вообще есть этот выбор, во-первых. А во-вторых, идите по светлой дороге, и всё у вас будет хорошо. То есть на самом деле вы по чутью, по своему наитию, вы найдёте свой путь. И да, вы будете счастливы, очень счастливы. У вас много радости в ближайшем будущем. Но у вас радость именно в становлении вашего пути и вот в этом потоке изобилия, потоки Вселенной и построении вашей Вселенной индивидуальной. То есть у вас очень такая мощная радость и конкретные такие изменения в лучшую сторону. Ну вот такая у нас вторая позиция. А мы идём дальше. Наши стрекоза. И, значит, третья позиция. Какая радость вас скоро ждёт. И первая карта вы сейчас. Кто вы, да? Вы Иларион. Вы знаете, эта карта показывает человека. Вот здесь духи. Его окружают духи. Почему? Потому что он может общаться с духами, видеть духов и воспринимать их спокойно. Вы знаете, эта карта говорит о том, что вас окружают сейчас духи, духи рода. Возможно, вы находитесь в каком-то определённом месте, где много духов. Или вам снятся умершие. Или они с вами хотят поговорить. Ну или охраняют, оберегают, благословляют. Передают, да, передают свою силу, силу рода или силу того места, где вы находитесь. Но вы как будто медиум. Вы человек, который может общаться. Общаться с теми потусторонними мирами, да, с умершими людьми или с духами. Это очень большая способность. Вы можете считывать с окружающего пространства разные знаки. И относитесь к этому нормально. Ну то есть нет такого прям страха перед этим. Также эта карта показывает часто, что кто-то недавно перешёл в мир иной. И просто, ну ещё пока не оборвал своими связь. Вы ещё принимаете от него информацию, от этого человека. Ну либо вы очень кому-то привязаны в потустороннем мире и скучаете. И тогда очень хотите пообщаться. Но этот человек, дух, не против пообщаться. Карта на самом деле человека с опытом. Человека со способностями. Очень интересного человека, неординарного. И берегущего традиции. То есть вы можете беречь некий дом, некие вещи, наполненные вот этой энергетикой уже умерших людей. И, конечно, это важно для вас. Хорошо, давайте посмотрим, какая радость вас скоро ждёт. Значит, тут у нас есть божественный целитель. Так, дальше, значит. Рефлекшн, да? Ух ты! Туз свитков на вокзале. На распутье. Интересно. Ну, смотрите. Карты показывают, во-первых, у вас много радости будет в ближайшем будущем. И мы видим здесь человека, которого вы встретите, но очень-очень неординарного, необычного в скором времени. Он будет для вас, ну, можно сказать, каким-то чудотворцем. Да, это называется, ну, как чудотворец, да? И я считаю, что встреча там с экстрасенсами, с врачами от Бога, с целителями, знахарями, вот такое вот всё, это как раз очень похоже вот на эту карту. То есть, мол, человек вот такой вот какой-то странный, неординарный, интересный, или человек-легенда. Он является целителем вашей души или вашего тела. И, ну, даже если это гадатель, там, не знаю, хиромант, он всё равно целитель вашей души. Потому что даже люди ко мне приходят на расклад на индивидуальный, да? Мы с ними разбираем их проблемы, общаемся, даём советы по-торому. Мой муж смотрит по ясновидению. Это тоже сеанс исцеления. Только вот я говорю для души, для того, чтобы вот человек как-то мог разобраться со своей проблемой, чтобы она его не тяготила, да, чтобы он что-то понял через эту проблему, чтобы понял, какие у него перспективы в этой проблеме, и чтобы он посмотрел на неё чужими глазами, со стороны, трезвым взглядом. Я считаю, это тоже мой момент исцеления, да? И вот вы можете даже с каким-то таким человеком встретиться в жизни, как говорится, найти друг друга, но вы очень будете удивляться и обсуждать долго эту встречу. Понимаете, вот вас что-то ждёт такое вот очень удивительное. И вообще, я как считаю, что встреча с любым удивительным человеком, она способна творить с нами чудеса. Почему? Потому что мы очень сильно из своей убегаем сразу же, да, депрессии, и там апатии в жизни, а переключаемся. И раз мы переключаемся, значит, у нас мысли поток меняются в позитивную сторону. И, конечно, позитивная мысль творит позитивную реальность. И Димит такой заскакал, тут зацокал своими лапками. Вот, извиняюсь. Дальше мы видим карту отражения, и она показывает лодочку, которая плывёт среди ночи. А рядом ещё и вот этот вокзал, да? Ну вот я считаю, что это знак. Возможно, вас ждёт какая-то радость в виде путешествия, дороги. Почему бы и нет? Может быть, это любое путешествие, да, когда ты двигаешься куда-то, спешишь, уезжаешь на любом виде транспорта. То ли это водный транспорт, то ли это наземный транспорт, то ли это самолёт. Это неважно. Важно, что вы, возможно, отправитесь в дорогу в скором времени, либо может кто-то приехать к вам, но я здесь вижу именно уезжающий транспорт. То есть транспорт, который вас отвозит куда-то. Поэтому, скорее всего, вас ждёт путешествие или переезд, или дорога куда-то, пусть даже на недалёкое расстояние. Но вас это очень-очень порадует. Карта отражения также показывает, что могут быть какие-то сны для вас знаковые в скором времени. Знаки вообще из окружающего пространства, потому что вы человек всё-таки со способностями, который ещё и встретит ещё одного человека со способностями. И, естественно, вы можете ловить уже очень крутые знаки из окружающего мира. Ну и, конечно, может быть тайная любовь, судя по карте отражения. Потому что, да, эта карта очень часто показывает ночную романтику, свидания под луной, тайные свидания, встречи, переписки и мечты. Мечты о человеке, который с вами на связи. Поэтому может тайная любовь быть тайной романом. Ну, естественно, это тоже радость. Если вы никому не изменяете, не делаете гадостей, то это радость в вашей жизни. Потому что тайный роман, пока вы его от всех скрываете, потому что он ещё начало. Ну, это романтика. Вы встречаетесь там под луной, ходите там за ручку, да, и вам делают что-то интересное и приятное в жизни. Вот. Ну и, да, тут вот точно у нас в пути, на дороге, да, в вокзал, путешествие. Выбираем направление, садимся на поезд, покупаем билеты. Ну, вот такие у нас с вами были три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok